Региональный бренд Visit Human стал лучшим туристическим проектом года. Интересно, почему? Об этом не только. Сегодня поговорим с руководителем Агентства туризма и продвижения Тюменской области Марии Трофимовой. Мария Сергеевна, здравствуйте. Мы с вами общались недавно, можно сказать, незадолго до Нового года, но тем не менее за это время уже столько воды утекло. Прежде всего, позвольте вас поздравить с этой наградой. Она ценна для вас? Да, конечно, безусловно. Все, что касается продвижения нашего проекта туристического бренда единого, так скажем, Visit Human, безусловно, это все в копилку, так скажем, нашего совместного пути. Очень много партнеров у нашего проекта. Соответственно, вклад каждого очень важен именно с точки зрения его такого глобального развития. Поэтому то, что нашу команду, которая непосредственно занимается продвижением в интернет-пространстве, в соцсетях, на выставках и так далее, этих ребят отметили вот такой наградой, что проект Visit Human – это лучший, не так сказать, маркетинговый проект 2019 года именно в Тюменской области. Да, действительно, в социальных сетях этот ролик, ролик, напомним, да, «Земля больших людей» набрал около миллиона просмотров. Приличная цифра и, насколько я судила по своим знакомым, как часто он появлялся в социальных сетях, действительно имел вот такой отклик. То есть, мне кажется, даже тюменцы смогли на себя немножечко по-другому посмотреть. В принципе, у нас в Тюменской области так, как лучшая земля. На самом деле, в рамках мероприятий, которые были посвящены 75-летию Тюменской области в 2019 году, возникла идея сделать такой ролик, который и позиционировал бы наш регион, с одной стороны, да, и, с другой стороны, люди могли посмотреть и узнать в этом ролике себя. И, конечно, это было такое решение общее, то есть была рабочая группа, которая рассматривала разные варианты. Нужна была генеральная идея. То есть, вообще, ну, такая ключевая идея всего мероприятия изначально была определена, что это люди. То есть, юбилейная дата, 75 лет. И это не только юг Тюменской области, да, это большая Тюменская область. И, соответственно, столько всего было за эти, за несколько десятилетий, так скажем. И, соответственно, когда была определена вот эта идея, то есть, и возникла уже идея создания видеоролика «Земля больших людей». То есть, есть, опять же, креативная команда, которая занимается фото-видео-контентом и совместными усилиями. Конечно, это была, ну, достаточно такая непростая работа. Вот, соответственно, когда уже ролик вышел на экраны, конечно, именно потому, что каждый смог себя узнать, смог, так скажем, понять, что в каком регионе он живет, да, гордится этим. Поэтому, я думаю, в этом и заключается успех данного ролика. Тюменская область получила признание на федеральном уровне. Давайте тоже напомним об этом. Да, в конце 2019 года Федеральное агентство по туризму, Ростуризм, наше курирующее ведомство Тюменской области отметила, так скажем, благодарностью за вклад в развитие туристической отрасли страны. И, безусловно, за те, так скажем, заслуги, которые позволили наш регион вывести в десятку сильнейших регионов по развитию туризма в стране. Это, мне кажется, значительный шум, потому что, если раньше Сибирь ассоциировалась с места ссылки, место, где живут медведи, люди ходят в шапках ушанках. Ну, это такие, да, это такие стереотипы, ассоциации. Это не всегда было так. Как здорово, что меняется, правда? Да, это не всегда было так, на самом деле, если посмотреть исторически, то люди сюда приходили и в ссылку не по своей воле, и по своей воле, потому что Сибирь, это исторически была свободная земля. Здесь не было крепостного права, здесь не было революционных настроений. Люди сюда приходили за какими-то богатствами, за природными богатствами. Кто-то золото искал, кто-то за пушниной приходил. Соответственно, когда присоединили такую огромную масштабную территорию, которая в Российской империи занимала практически 75% страны, вот, соответственно, здесь люди всегда что-то предпринимали, выживал сильнейший, и таким образом и сформировался такой достаточно сильный характер сибирский, да, почему говорят, что сибирский стержень, сибирский характер, сибирское здоровье, потому что люди здесь реально выживали только сильнейшие, то есть, ну, происходил такой естественный отбор. Соответственно, те люди, которые сюда попадали в ссылку, здесь тоже оставались самые лучшие, так скажем, и это же было очень много, ну, достаточно таких великих людей, да, это и писатели, и декабристы, и ученые, и много-много кого только не было, поэтому Сибирь таким образом еще получила и просвещение, да, и те люди, которые здесь жили, предприниматели, купцы, и, соответственно, они развивались, развивали наш регион, делали, мне кажется, это с огромным удовольствием, с почтением, с гордостью, поэтому все исторически складывается, и вот эта вот ментальность, она сохраняется, так или иначе. Скажите, а вот тот бренд, который появился относительно недавно в Сибирь по своей воле, насколько он популярен у туристов, коли уж мы заговорили о тех, кто приходит в Сибирь? На самом деле, слоган «В Сибирь по своей воле» он появился, ну, практически сразу вот после того, когда возник туристический бренд, а именно как продукт, он как раз вот совсем недавно, в прошлом году, буквально мы принимали экспертов, у нас появился тур, тур выходного дня, то есть на три дня можно приехать в Сибирь по своей воле, мы его еще называем «Кайфа-тур». Почему? Ну, потому что это не какая-то такая прям серьезная тема, как тема Романовых, например, да, или, например, там «Черное золото Сибири», потому что это тоже достаточно такая очень проникновенная история об освоении, да, там, нефтегазовой провинции. Тема Романовых, понятно, что серьезная, связана с пребыванием последнего российского императора Николая II и его семьи. Достаточно грустная страница. А «Сибирь по своей воле» – это как раз вот такой тур, который позволит приехать сюда, проникнуть в самую Сибирь, прочувствовать настоящий сибирский характер, познакомиться с настоящими сибириками, посмотреть, ну, какая история, безусловно, да, и какие здесь бывают развлечения, забавы, искупаться в термальном бассейне, покататься где-нибудь на плюшках, съездить в тайгу. Ну, то есть много, ну, такие разноплановые, так скажем, элементы включены в эту программу. Приезжаешь на три дня, перезаряжаешься сибирской энергетикой, становишься гораздо сильнее физически и душевно, возвращаешься уже к себе в город, не знаю, Москва, Санкт-Петербург, еще какие-нибудь города. Ну, и, безусловно, становишься отчасти настоящим сибиряком. Скажите, а какие сувениры с собой любят увозить туристы, когда побывают на таком туре? Разные сувениры, и слава богу, что у нас как-то стало с этим поинтереснее, и стало с этим как-то более динамичнее уже развиваться, это направление, потому что понятно, что у нас есть наши изделия из кости, да, то, что из костей. Традиционно, достаточно. Да, из рога лося можно приобрести, там, допустим, из бивня мамонта. Это наши народные художественные промысла, да, что-то можно взять изделие из дерева. Но сейчас начинают появляться, ну, достаточно такие интересные сувениры. Вот везде есть вот эти вот шары, да, которые там потрясешь, не знаю, снег идет или еще что-нибудь. И реально с тематикой Тюменской области такие вот сувениры появились, очень интересные. Можно взять с темой нефти, с вышкой, да, качалкой внутри этого шара. Можно взять с мостом влюбленных, то есть полностью с барельефом всех достопримечательностей. Ну, это вот из последнего, из новенького, так скажем, да. Понятно, что в футболке стали появляться толстовки, рюкзаки какие-то, вот такие более утилитарные сувениры. Понятно, есть у нас то, что связано с пушниной. Можешь вообще приобрести относительно недорого настоящие варежки из бобра, либо из росомахи, да. То есть, а можно купить саболидные варежки, то есть такой шикарный подарок. Причем зачастую это делается здесь у нас, в Тюменской области, либо привозное. Нет, это наши мастера, наши производители, которые на сегодняшний день вот шагнули, я так считаю, что куда-то вперед, да, и уже предлагают туристам сувениры совершенно другого уровня. А попробовать можно самому сделать какой-то сувенир? Я знаю такие эпизодические примеры, когда, допустим, можно получить небольшой мастер-каус по изготовлению небольшого изделия из кости, а вот что-то из меха. Есть ли уже такие варианты, либо, может быть, планируются? Если мы говорим про пушнину, это можно посмотреть, конечно, да, можно приехать на производство. Но таких запросов еще не было, на самом деле. Я думаю, что это еще только впереди, когда будет проявляться такой интерес. А вообще, на самом деле, мастер-классов очень много. Все, что касается деревянного зодчества, все, что касается изготовления изделий из кости. И Утровский острог, мне кажется, просто лидер по мастер-классам. Можешь приехать, попробовать абсолютно разные, да. Можно в Тобольске попробовать себя в роли сделать в крапивной мастерской, сделать вот эту вот ленточку-оберег, да, то есть веревочку-оберег. Много. Есть целый дом мастеров в Тобольске. Можно собрать бочку, можно расписать ангела сибирской росписью. Ну, то есть множество мастер-классов, и на самом деле каждый турист найдет что-то интересное для себя. Скажите, а насколько вообще удачный был 2019 год в плане развития туризма в Тюменской области? Сложно сказать, насколько удачный. Удачный, безусловно, да, если мы только смотрим на цифры, на показатели. То есть мы сейчас оцениваем только турпоток, но я уже полагаю, что динамика достаточно хорошая, она сохраняется, да. То есть, ну, такой хороший рост по туристам. Много было мероприятий. Мы даже, когда подводили у себя внутри нашей команды, подводили итоги года, и реально уже который год подряд мы понимаем, что у нас идет год за два. То, что было в начале года, ты реально помнишь, что это было вот где-то там еще в прошлом году, то это было только вот... У нас было 12 международных туристических выставок, в которых мы приняли участие. Прошу заметить, там 12 месяцев в году и 12... Ну, они, конечно, не каждый месяц, где-то было два раза в месяц, да, но само по себе. Мы проводили обучение, работали с отраслью. У нас была для туроператоров и для муниципалитетов стажировка в Москве, достаточно масштабная, интересная, после которой люди вернулись совершенно, так скажем, поднявшись на другой уровень развития, на ступеньку выше. Мы проводили мероприятия, фестивали. У нас был нефтегазовый форум, в котором Visit Human впервые был представлен как гостеприимный информационный стенд. У нас был гастрономический фестиваль, десертный бал Visit Human. Мы проводили свое отраслевое мероприятие, туристический форум Сибирь-Урал. Встречали иностранцев, встречали инфотуры. Практически каждый месяц у нас приезжали и москвичи, и питерцы, и практически вся география, вся страна, там по 30 городов побывали на территории нашего региона, смогли познакомиться с потенциалом, стали с нами сотрудничать. Мне кажется, много-много мероприятий. Да, очень много. И это было очень интересно, очень насыщенно. И 2020 год обещают быть не менее насыщенным. Я предлагаю на этом моменте прерваться, и после короткой рекламы мы встретимся с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова